Христос Воскресе! Мы будем в строгости соблюдать эти меры. Итак, с самого начала. Уже у входа все, кто заходит на территорию рождественского храма, будь то за водой, заказать требу, приобрести книгу, поставить свечу, на входе охрана измеряет специальным прибором температуру всем заходящим в храм уже на его церковную территорию. Я прошу вас этому не удивляться. Сегодня это повышенные меры в условиях создавшихся ситуаций. Хочу вас попросить отнестись с пониманием ко всем тем мерам, которые сегодня принимает и Русская Православная Церковь, и в том числе наш с вами приход. Заходя на территорию храма, каждый должен обязательно иметь на себе маску, защищающую верхние дыхательные пути. Следующее. Зайдя на территорию храма, каждый прихожанин приглашается соблюдать социальную дистанцию. У нас на территории специально произведена разметка. Просьба становиться вот на эти белые отметки, которые специально нанесены для того, чтобы вот на них стояли наши прихожане и молились. Поверьте, то, что мы имеем возможность молиться на церковной территории под открытым небом, под куполом небес, это возможность, которую мы получили по согласованию нашей епархии и нашими властями на Кубани. Потому что, вы знаете, есть регионы, когда храмы полностью закрыты не только на замок, но и территории. У нас есть возможность молиться на территории, поэтому я попрошу вас, дорогие, давайте мы соблюдем эти правила, чтобы не были закрыты и территории нашего храма. Будничные богослужения будут проводиться внутри храмовой территории при закрытых дверях. Все время люди стоят на улице, давайте, дорогие братья и сестры, это примем на вот этот период санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, в выходные дни и праздничные мы будем служить на паперте, на улице, вместе с вами. Больше того, если будет хорошая погода, мы будем там служить и в будние дни. Многие, кто был у нас на пасхальную службу, был участником такого богослужения, когда священники стояли на паперте, поздравляли с Пасхой, молились, а люди стояли внизу, вокруг храма. Вот так давайте, дорогие братья и сестры, молиться и в дальнейшем. При совершении полиелейной службы, когда раньше мы помазывали елеем приходящих в храм людей, в этот период помазания не будет. Просьба использовать освященный елей, который наверняка у вас есть дома, привезенный со святых мест, а может быть приобретенный и принесенный после соборования. Этим елеем дома самостоятельно, индивидуально можно будет помазаться. В храме помазание совершаться не будет с целью безопасности всех тех, кто пришел в храм помолиться. Как мы будем исповедовать наших прихожан? Те, кто пожелает исповедаться и причаститься к святых христовых тайнств, к ним большая просьба. Подготовьтесь, пожалуйста, к исповеди заблаговременно. Что это значит? Возьмите листок, выпишите все свои грехи накануне богослужения, потому что исповедь тоже будет проходить в определенное время. То есть, для примера, если вы завтра захотите причаститься, то придя на вечернюю службу, уже вечером будет проходить исповедь, которой вы заранее подготовившись, уже сможете поисповедаться с вечера. Утром исповедь будет совершаться с половины восьмого до восьми часов утра. Все. Вот кто будет опаздывать, кто подойдет к середине исповеди, проводиться не будет. А потому призову вас и к церковной дисциплине, и к правильному подходу к исповеданию. Итак, подойдя к священнику, который будет стоять в маске, соответственно, в маске, закрывающей верхние дыхательные пути, подходит христианин, христианка и подает уже заранее подготовленный список своих грехов священнику, полагая его на аналой. И отходит в стороночку. Батюшка подходит, прочитывает ваши грехи, в которых вы исповедаетесь, и потом разрешает ваши грехи. Но не путем накладывания на вас епитрахиль, а подъятия ее и прочтения над вами на расстоянии молитвы разрешительной. Чтобы не было ни у кого смущения по этому поводу, напомню, многие из вас, кто принимал участие в таинстве соборования, то есть елеевого освящения в храме Рождества Христова, помнят, что при большом количестве тогда собирающихся в храме людей, Евангелие, которое в раскрытом виде держится над главами пособоровавшихся людей и предстоящий священник, читает молитву, тем самым олицетворяя то, что над каждым из стоящих в храме читается молитва под раскрытым над их главами Евангелия. Вот так же на расстоянии будет читаться молитва на разрешение грехов исповедующегося в них. После прочтения молитвы на разрешение грехов, сам исповедующийся забирает свои грехи, написанные на листике, и разрывает или уносит их для сожжения. Ну и теперь для тех, кто в сердце своем слышит зов Господа нашего Иисуса Христа, который зовет всех верных своих, придите, едите, сия есть тело мое, сия есть кровь моя, которая за вас проливается, и жаждущий причастие человек сможет причащаться в нашем храме, когда он этого пожелает, после божественной литургии, следующим образом. Согласно циркуляра нашего митрополита и рекомендации Роспотребнадзора, мы безусловно будем исполнять все те требования, которые предъявляются сегодня к совершению этого главного таинства Церкви, Святого Причащения. Тем из вас, кто пожелает причаститься святых, бессмертных, животворящих Христовых Таинств, скажу о том, что причащение в храме Рождества Христова будет совершаться металлическими лжицами, которые освящены специально для причащения святых Христовых Таинств прихожан. Мы приобрели их больше ста, и это позволит нам причащать наших прихожан индивидуально, после каждого причастившегося заменять лжицу. Многие знают, что и в современной практике врачи обрабатывают медицинские инструменты методом их кипячения, и тем самым стопроцентно дезинфицируя их от любых вирусов. Вот по этой практике, которую мы согласовали с Роспотребнадзором, будем поступать и мы. Территория церковного двора будет открыта с половины восьмого до двадцати часов вечера. Любой из вас, желающий поставить свечу, заказать записку о здравии или за упокоение своих родных и близких, будет иметь эту возможность сделать в течение всего дня. Причем как в праздничные, воскресные, выходные дни, так и в будни. Записку также можно подать и на наш сайт храм-христа.ру И в завершение хотелось бы сказать вам о том, что в нашем храме в верхнем пределе уже выстроены леса под самый купол, и уже со следующей недели начнется роспись нашего храма, как ротонды, так и купольной части. То есть в верхнем пределе храма будут проходить реставрационные работы по росписи нашего храма. А мы с вами будем на улице, и если Бог даст и позволит погода, мы будем и будничные службы служить на паперте, чтобы те, которые придут в храм, могли на территории вместе со священником постоять под куполом небес и попросить Господа о здравии своих родных и близких. И хотелось бы напомнить, что на фоне всего того, что происходит вокруг каждого из нас, давайте не забудем о главном. О том, что Христос воскрес из мертвых и всем верующим в Него подарил вечную жизнь. А значит, давайте будем молиться Господу, давайте будем прославлять Христа воскресшего, давайте будем причащаться к Господу нашего в таинстве Божественной Евхаристии и давайте молиться друг за друга. Ведь так важно нам с вами сегодня усугубить молитвы за наших архипасторей, за наших пастырей, за наших мирян, за всех тех, кто хранит святую православную веру. Мир вам, дорогие братья и сестры, и да сохранит всех вас Христос. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!